Украина недостаточно эффективно борется с отмыванием денег. К такому выводу пришли эксперты Совета Европы. Они обнародовали новый отчет, в котором оценили усилия официального Киева и предложили, что делать дальше. Наш спецкурс Светлана Чернецкая расскажет подробнее. Уже не впервые в Совете Европы оценивают борьбу с отмыванием денег в Украине. Впрочем, последний доклад был почти 9 лет назад. Сейчас эксперты единодушны. За прошедшее время произошло много позитивных изменений. Среди них называют новую процедуру финансового мониторинга, создание Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры. Впрочем, в Комитете экспертов Совета Европы Moneywell настаивают, необходимо внести еще много изменений в законодательство. В частности, важно ввести более строгие приговоры за отмывание денег. Ведь сейчас это рассматривается как преступление вторичного уровня. Эксперты настаивают, дела должны расследоваться более активно, а также необходимы дополнительные ресурсы для борьбы с отмыванием денег. Отдел финансовой разведки проводит качественный оперативный анализ. Механизмы сбора и обработки данных оказались эффективными и привели к тому, что значительное количество дел было передано правоохранительным органам. В то же время подразделение оказалось в критическом состоянии, поскольку IT-система устарела, а штатное расписание больше не является достаточным, чтобы справиться с постоянно растущими рабочими нагрузками. В Совете Европы также говорят, что в Украине еще остается очень много вопросов в борьбе с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и финансовым мошенничеством. В частности, не ликвидировали схему отмывания денег через конвертационные центры. Экспертов также беспокоят масштабы теневой экономики и то, что украинцы до сих пор предпочитают рассчитываться наличными. Европейцы отмечают, что уголовные расследования по отмыванию денег обычно ведутся или в отношении лиц, связанных с прежним режимом, или в отношении местных чиновников, а не чиновников топ-уровня. В Манивелл ждут судебных решений именно против действующих власть имущих. В Совете Европы дали пошаговые рекомендации для Киева по борьбе с отмыванием денег. Всего 40 позиций и уже в следующем году ждут от Украины отчета по их выполнению. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова